сегодня я покажу вам как нарисовать натюрморт с детьми среднего возраста 4 5 лет здесь вариантов конечно много можно сделать заготовку как в младшем возрасте тарелочки они могут нарисовать тарелочку сами я предлагаю взять уже две плоскости и в среднем возрасте я же говорю о том что мы рисуем сегодня один из очень интересных жанров живописи это натюрморт естественно я не говорю в дошкольном возрасте основное определение я просто говорю о том что художник может изобразить все что захочет любые предметы которые ему понравились которые он хотел бы запечатлеть передать их форму их красоту какую-то вкус может быть даже он ставит на постановку и начинает рисовать у меня тоже есть постановка я ее ставлю в старшем возрасте мы уже кладем драпировки среднем я сама выставляю предметы мы смотрим на них и их же и изображаем то есть практически мы не фантазируем а рисуем то что видим и так я предлагаю две плоскости стол на котором лежат предметы и задняя стеночка ну то есть получается у меня их говорю первая плоскость будет и вторая в старшем возрасте добавляется еще третье то следующем видео покажу обязательно итак для средних детей я точно также очень часто развожу какой-то один цвет ну например мы возьмем если если у нас будет красная помидорка зеленый огурчик скатерть у нас может быть синяя и стеночка как раз это желтая за предметами и так я взяла гуашь но вот я советую желтый и синий развести в тарелочке отдельно а вот уже зеленый и красный поставить именно гуашь и так я гуаши возьму в акварели проводим прямую линию закрашиваем учим детей убирать все дырочки если вашим деткам вот так сложно делать потому что все дети разные конечно же можно обойтись например а тем более это начало года чаще всего посмотрите я провела линию первую и потом провожу такие вот полосочки скажем так что это скатерть очень хорошо промываем так я вы говорили возьму желтый у них разведен у деток и мы примакиваем единственное следить необходимо за тем чтобы они не брали много краски обязательно убирали все лишнее потому что вот эти вот капельки они долго сохнут и я предлагаю сначала сделать фон заготовить то есть еще ни о чем не говорим не рассказываем не объясняем сразу начинаем работать детки немножко поработали и вот сейчас как раз можно отдохнуть и у нас успеет немножечко все подсохнуть кисточки промываем кладем вот я говорю на подставочке и вот тут начинается объяснение и мы рассматриваем опять же говорим о величине о цвете здесь можно и какие-то загадки загадать и стихотворение прочитать но я думаю что вы все это знаете обязательно рассмотреть данную форму помидорки которую вы предлагаете и огурца что помидорка у нас либо она круглая либо она немножко овально но мы рисуем круг не надо максимально усложнять все постепенно и овал потому что у детей так в общем то возникает масса проблем и кстати в среднем возрасте иногда рискую но мне этот риск нравится например оставить блик на предмете если даже у нескольких детей это получилось это уже прекрасно если не получилось ничего страшного значит следующий раз обязательно получится оставить это пятнышко потому что им непременно хочется все закрасить итак мы начинаем с помидорки то есть мы поговорили все немножечко подсохло заострить внимание детей на то чтобы помидорка и огурец лежали именно на скатерти они висели в воздухе помидорку мы смещаем в левую часть листа оставляем место для огурчика тоже все это проговариваем закрашиваем и вот здесь например оставляем маленькое маленькое такое пятнышко блик говорим что блик это самая светлая часть на предмете можно посмотреть на краски можно посмотреть на воду там на кисточки то есть везде везде есть маленькие беленькие такие блики мы тоже пытаемся пытаемся усложнять наш натюрморт промываем очень хорошо кисть и набираем зеленый огурчик у нас чуть чуть ближе к нам мы тоже оставляем маленький блик вот этот овал всегда когда дети рисуют уже самостоятельно то есть вы показали рассказали если форма получилась немножко другая не пытайтесь сразу же подбежать и поправить ему я практически этого не делаю то есть я подхожу только в критической ситуации когда но что-то совсем не получилось тогда я могу там мазочком одним помочь а дальше пожалуйста сам чтобы дети привыкали все-таки работать самостоятельно и как можно меньше руки было в детском рисунке и добавляем хвостик и вот у нас получился великолепный вкусный красивый очень яркий натюрморт в конце обязательно конечно же опять проговариваем что такое натюрморт что мы изобразили кстати уже можно попросить детей придумать какое-нибудь красивое название к этому натюрморту я желаю вам удачи